Самое главное, к чему призывали мы всю кампанию и говорили, что именно это будет являться основным критерием во время оценки избирательной кампании, это именно прозрачный подсчет голосов, который мы понимаем, что только такой подсчет голосов, когда все члены комиссии, а равно с ними и все наблюдатели, следствия массовой информации, которые присутствуют на избирательных участках, видят каждый бюллетень и могут зафиксировать правильное волеизъявление избирателя по каждому избирательному бюллетеню. Та схема, которая воспроизводится в Беларуси независимо от того, где находятся наблюдатели, когда даже сами члены комиссии не знают, какой результат выборов они фиксируют, подписывая протокол, так как они только считают свою очень небольшую долю этих избирательных бюллетеней, носят не объективный демократический характер, а могут носить политический характер, когда власти могут, исходя из своих политических предпочтений, формировать итоги избирательной кампании. Во время прошлых парламентских выборов мы зафиксировали на 93% избирательных участков наши наблюдатели, что они не видели прозрачного подсчета голосов, на этих мы уже фиксировали на 95%, то есть фактически, к сожалению, даже на 2% ситуация ухудшилась по сравнению с прошлыми парламентскими выборами. Поэтому процедура подсчета голосов остается абсолютно закрытой для наблюдателей, для средств массовой информации. И те итоги выборов, которые развиваются избирательные комиссии, они формируются непрозрачно для наблюдателей, для общества, для самих членов комиссии. И поэтому мы не можем давать результатам выборов какую-либо юридическую оценку или объективную оценку о том, кто победил, кто проиграл, при такой процедуре подсчета голосов.